Добрый вечер! Горе вам, что строите гробницы пророкам, которых избили отцы ваши. Сим вы свидетельствуете о делах отцов ваших и соглашайтесь с ними, ибо они избили пророков, а вы строите им гробницы. Потому и премудрость Божия сказала, пошлю к ним пророков и апостолов, и из них одних убьют, а других изгонят. Да взыщется от рода сего кровь всех пророков, пролитая от создания мира, от крови Авеля до крови Захарии, убитого между жертвенником и храмом. «Ей, говорю вам, взыщется от рода сего. Горе вам законникам, что вы взяли ключ разумения, сами не вошли и входящим воспрепятствовали». Когда он говорил им это, книжники и фарисеи начали сильно приступать к нему, вынуждая у него ответы на многое, подыскиваясь под него и стараясь уловить что-нибудь из уст его, чтобы обвинить его. Между тем, когда собрались тысячи народа, так что теснили друг друга, он начал говорить сперва ученикам своим, «Берегитесь закваски фарисейской, которой есть лицемерие». Итак, начинаем с вами толковать от рыбок. «Горе вам, говорит Господь, кому адресуют эти слова?» Но постоянными оппонентами Господа были теми людьми, которые препятствовали проповеди евангельской, из уст Христа, которые оспаривали его, которые постоянно клеветали на Господа, которые сопротивлялись и всячески пытались уменьшить, а то и опорочить все его деяния, в том числе явные чудеса. Это были фарисеи, это были первосвященники, это были законоучители. То есть те князья народа израильского, которые должны были бы учить народ израильский, наоборот, истине и праведности, и мудрости, и вере. А вот на самом деле они делали совершенно противоположные вещи. То есть они учили, да? Это, да, это фарисеи, то есть основное, кому обращается эта фраза «горе вам», законникам, это фарисеи, которые были учителями народа, которые возглавляли политическую партию, самую сильную партию на тот момент в государстве израильском, которая была у власти, как это сейчас говорят, и которая была не только политической, но еще и религиозной партией. То есть они исполняли законы Моисея, они старались содержать всю ветхозаветную законническую, так сказать, структуру жизни. То есть все по законам, и десятину, и посты, и праздники, и одежду, и омовение рук перед едой, омовение всяких посуды, и склянец, и прочего, и все, что там покупали на рынке. То есть множество-множество различных таких человеческих учреждений законнических, которые они содержали и передавали из уст в уста, и так научали поступать и народу израильскому. Требовали, по крайней мере, от него этого. Ну, естественно, если кто-то их как-то не слушался, то они, будучи еще, кроме того, что они религиозные лидеры, они еще и политические были лидеры, они могли еще и наложить, как это сейчас говорят, санкции. То есть где-то что-то запретить, где-то какое-то свое дело закрыть того или иного человека, который не слушался их. Ну, то есть это была такая власть, имущая партия фарисеев. Была еще вторая партия, саддукеев. Ну, вот сейчас речь идет о фарисеях. Но саддукеи, если уж речь зашла об этих двух партиях, те не столько законы соблюдали, сколько проповедовали то, что вообще нету никакого воскресения, что нужно жить лишь этим миром и здесь выстраивать правильные отношения, правильную жизнь, соблюдать законы человеческих взаимоотношений. Ну, казалось бы, все вроде бы нормально, все правильно, да? Но, тем не менее, когда они отвергали воскресение после смерти, они отвергали и веру в Бога, и, соответственно, вместе с этим они и уничтожали основной смысл жизни всякого человека в этом мире. То есть они пытались здесь создать рай без Бога. Вот это вот саддукейской партией чем занималась. Ну, если так вкратце. Но сейчас речь идет о фарисеях и законниках. Именно их Господь обличает. Да, и как мы читаем еще до этого отрывка, да, что Господь проповедовал, и кто-то к нему из фарисеев обратился зайти в гости, да, и Господь к нему пошел. Да, и такие были моменты, когда Господь, он же ведь ходил из селения в селение, и там, где его приглашали, он заходил в дом, и там обедал, и проповедовал, и исцелял. Мы помним, как в Капернауме, например, когда он зашел в дом одного из жителей Капернаума, Капернаума, огромная толпа людей окружала этот даже дом, и в дом войти было невозможно, и через крышу разобрали, через крышу опустили ему расслабленного на кровати, да. В Иерихоне, то есть это Капернаум, да, Иерихон – это за сотни километров от того места, где он зашел в дом налоговика, как сейчас называют, мотаря Заксея, и там общался с многими мотарями, друзьями Заксея, и Заксей тоже был обретен Господом как верующий человек, потому что он раскаялся и даже сказал, что вот воздам всем, кого я обидел, там, и отдам все свои долги. – В четверо. – В четверо даже, да. Богатый был человек, хотя и маленького росточка. Ну и так далее, то есть это можно перечислять множество таких и селений, и домов, ну, например, дом Лазаря, в Вифании, куда он приходил также, когда шел в Иерусалим, и там дом апостола Петра, когда он зашел, и тещу его исцелил огнем жигомой, то есть, ну, был, температура была большая у нее, значит, огнем жигомая. Просто прикоснулся, и она исцелилась. Так же и других, многих он воскрешал, исцелял. И это было по многим селениям всего государства Израильского. То есть, и Господь везде ходил пешком, без всяких транспортов. Тогда их и не было, были только лошади, верблюды. А он, тем не менее, везде пешком ходил. Да, и как мы видим, каждую встречу Господь использовал с пользой. То есть, здесь мы тоже видим, когда он пришел в гости к фарисеям, и сел за там, даже не сел, как раньше была традиция, прилег, не умыв руки. И тут ему начали говорить, а как, что это ты, руки-то не умыл? Да, ну, действительно, фарисеи, они же не считали Иисуса Христа Господом. Они думали, что это человек, да, особенный, да, с какими-то удивительными возможностями, да, с каким-то вот таким огромным количеством учеников. И, может быть, они даже пытались как-то часть этих учеников к себе в партию привлечь, да, поэтому пригласил этот фарисей к себе, ну, с политическими, в том числе, какими-то, может быть, намерениями. Тут толпа за ним ходит, да. Да, да, это же избиратели его, фактически, да, как же их не привлечь-то вместе с Господом. Но он не мог удержаться от естественной привычки соблюдения всех постановлений, то есть положено руки помыть перед обедом, а он вот не помыл. Хотя всегда раньше-то он соблюдал, да, Господь говорил, я пришел исполнить. Но он пришел исполнить, он говорил, исполнить закон нечеловеческий Божий, а руки мыть – это не Божий закон. Да, но это чтобы их здесь научить, наверное, так-то обычно Господь-то все исполнял. Да, и здесь как раз получилась конфликтная ситуация, когда фарисей, как же так вот он, ну, не омыл, да, руки перед обедом. И Господь ему как раз начал говорить вот эти фразы о том, что нельзя… Ныне вы фарисеи внешность чаши, блюда очищаете, а внутренность ваша исполна хищание лукавства. Да, нельзя как бы зацикливаться только на внешних каких-то уставах и законах. Нужно еще и внутренние уставы законы соблюдать. То есть он говорит, что, ну да, внешнюю склянницу вы очищаете, но внутри-то тоже надо. Как гробы повапленные, да, в другом месте. Да, да, как гробы украшенные, снаружи красивые, а внутри полны тления. То есть мы здесь видим, что Господь явно показывает, что важность жизни человеческой и самого существа человеческого, она более внутри, нежели снаружи. То есть внутренние качества, внутренние возможности, внутренние вера, духовность и прочие какие-то таланты, они, конечно же, намного важнее внешних человеческих качеств. То есть какой он чистый или нечистый там внешне, это не столь важно. Важно, чтобы внутри он был чист, потому что Господь смотрит не на лицо, а на сердце человеческое. И здесь мы опять же это видим, и Господь воспользует использовавшись этой, так сказать, заминкой, недоумением фарисеев, что он не помыл руки, он как раз еще раз о том же самом говорил, только уже с другой точки зрения, но о том же самом, о внутреннем естестве человеческом, о душе человеческой, что нужно фарисеям отойти от внешних законов и принести Богу дух, потому что Бог есть дух, и тот, кто духом ему поклоняется, тот и служит Богу. И, соответственно, как это в разговоре с самарянкой Господь говорил так же, что в любом месте можно будет поклониться Богу в духе. И здесь он об этом же говорил только уже фарисеям, если там он в самарянке об этом говорил, то здесь он говорил уже фарисеям. Конечно же, это тоже было для них очень непонятно и странное такое учение, но представьте, то есть они много десятилетий проповедовали, изучали и научали народы вот такому поведению, что внешне мы должны быть благообразны, а на внутренне не обязательно обращать внимание. Там одежда, где-то там писано в Евангелии, да, что воскрыли одежду, у них там были. Да, увеличивают, да, то есть там определенные виды одежды, определенные виды еды, определенные взаимоотношения со священнослужителями, определенные отношения в храме и приношении каких-то даров Богу, каких-то жертв за грехи, то есть пощения, вот, но это все внешнее. А Господь говорит, а ты на внутренне тоже посмотри, да, внешне хорошо, но этого недостаточно. Это лишь часть, причем не самая большая часть. Основная часть дела спасения человека, она внутри находится, эта часть, и человек внешне может просто быть, так сказать, обездвижен, ну, как тот вот расслабленный на кровати, принесенный через кровь спущенный, он даже сказать ничего не мог, не то, что прийти там или попросить, он был молча опущен пред Господом. Но Господь его исцелил. Почему? Потому что он видел внутреннее состояние его души, что он верует в Бога, и поэтому, и верой не только он верует, но эти его друзья, которые принесли, потрудившись, раскрыли крышу этого дома, опустили его на носилках вниз, пред Господом. То есть это тоже признаки внутреннего делания, внутренней веры и духовного устроения их. И за это он наградил исцелением этого человека. Да, какой великий святой наш преподобный Амбросий Оптинский. Он же тоже вряд ли вот такие соблюдал, да, он же сколько лет лежал. Да, он лежал, и его лечили, и, так сказать, у него множество было попущений от врачей, что можно и там было покушать что-то такое непостное и прочие моменты. Но, тем не менее, вот он был и прозорливым, он был и духоносным старцем, он и поучение оставил, на которое мы сейчас опираемся. Он и многих людей управил во спасение, что не каждому дано, и это, конечно же, говорит о чем. Но он же лежачий, больной был, он никуда особо и не ходил в последние годы своей жизни. Но, тем не менее, по его молитвам и по его прозорливости многие люди изменяли свой образ жизни и спасались. Поэтому здесь, еще раз повторюсь, важно внутреннее для Господа более, чем внешнее. Об этом он и говорит в беседе с фарисеями. Ну, и такая картина представляется, да? Вряд ли многие восприняли все это всерьез. Так представляется, как они все переглянулись на эти слова и так и остались, наверное, при себе, при своем мнении. Ну, не то, что они переглянулись и остались. Нет, они еще, наоборот, начали с ним войну, скажем так, словесную, да, баталию. То есть они, как в Евангелии сказано, что когда он это говорил им, то книжники и фарисеи начали сильно приступать к нему и задавать вопросы, чтобы он давал какие-то ответы, чтобы они пытались его уловить в ошибках и в каких-то неточностях из уст его нисходящих, чтобы потом в дальнейшем обвинить его, естественно. То есть мы видим здесь не то, что они его выслушали спокойно и приняли к сведению. Нет, они, как и в прочих других моментах столкновения фарисеев с Господом, они и здесь попытались его обвинить, уязвить, унизить и опорочить, оклеветать. Вот что страшно. То есть люди, видящие огромное количество чудес, происходящих от Господа, тех чудес, которые никто никогда не совершал и никогда не совершит. Например, одно исцеление такой тяжелейшей болезни, как проказа. Сейчас она неизлечима. 2000 лет назад она тем более была неизлечима. И людей с проказа, если они приближались к городам или поселениям, их просто побивали камнями, и все, чтобы лишь бы они не заражали, не входили в города и селения. То есть было очень жестокое к ним отношение. А Господь их исцелял. И видя, вот даже это видя, все равно они его пытались в чем-то обвинить. Мало того, когда Господь исцелил, ладно, да, вот как бы тут непонятно, что, но он человека, родившегося слепым, он дал ему прозрение. И это фарисеи тоже знали. Мало того, он воскресил умершего сына вдовы из города Наин. Его несли уже на кладбище хоронить. Он остановил процессию, и юноша сел в гробе своем, на котором его и несли, собственно. И он воскрес. Он воскресил дочь Иаира, начальника синагоги Каперновомия. Он воскресил четырнодневного Лазаря. Это как можно понять людей, которые, видя такие чудеса, исходящие от Господа, они на него еще злились, клеветали, обвиняли и боролись всячески с ним. И в конце концов, к чему это богоборчество их привело? К тому, что они его и убили. То есть, ведь они же сорганизовали его взятие в Гефсиманском саду, они же привели его к Пилату, оклеветали и добились фактически силы, добились смертного приговора. Ведь Пилат не хотел его казнить. Он сказал, давайте его отпущу, я не вижу у него никакой вины. И только вопли фарисеев и же с ними все-таки привели к такому решению Пилата. То есть, он уступил толпе. Это, кстати, вопрос о демократии и человеческом таком законе жительства, когда большинство людей решают голосованием, что правда, а что неправда. Вот эта демократия была в ярком виде показана именно в судище над Господом у Пилата. Что произошло? Демократически выбрали, что его надо казнить. Ну и как мы видим, тоже и дружба бывает тоже не всегда в пользу. Как, например, подрушились Пилат и Ирод. Дружба, да, человеческая, мы видим, она основана частенько, основана на грехе. То есть, вот, общим грехом страдают, ну, например, алкоголики. И вот и дружат они с бутылкой вместе. Кто-то там дружит по каким-то своим делам, кто-то лицемерно дружит, потому что это выгодно ему. Кто еще как-то дружит. То есть, не обязательно искренняя такая вот чистая дружба, которая основана на христианской любви друг к другу. Конечно же, такой дружбы еще надо поискать. Это нечасто случается в этом мире. Серафим Саровский говорил об этом, что если у вас есть настоящий вот такой друг, то это большой дар Божий. И это надо очень ценить, благодарить Бога за это. Это очень большая редкость. Вот здесь мы видим как раз, что тут не то, что слушали, а боролись. Да, до причины, как сам Господь называет, что это лицемерие, было, мы дойдем попозже. Сейчас прямо разберем с вами. Но есть такие вот не очень понятные такие слова, да, с первого взгляда, приходится их несколько раз перечитывать, да. Господь говорит, горе вам, что строите гробницы пророкам, которых избили отцы ваши. Сим вы свидетельствуете о делах отцов ваших и соглашаетесь с ними, ибо они избили пророков, а вы строите им гробницы. Почему Господь осуждает вроде как будто строительство гробниц? Ну, собственно, не сами гробницы строительство осуждает Господь, а то, что фарисеи строят гробницы, они пытались себя таким образом причислить к тем, кто этих пророков, в общем-то, так сказать, уважал и поклонялся им. Но их дела, они показывают, что, да, гробницы-то они им строят, но уважать и слушаться пророков они не хотят. То есть намерение их, да? Да, у них намерение, опять же, популизм, как это сейчас называется. То есть я построю гробницу кому-нибудь из древних пророков, которых почитает народ, да, израильский, и за то, что я им построю гробницу, я стану известен. Значит, за мной пойдет много людей. Как вы сейчас благотворительность? Очень многие любят, да, рассказать, пожертвовать и рассказать об этом. Да, и по телевидению ярко показать это все в средствах массовой информации, разнести, чтобы как можно больше узнали, какой он хороший. Он вот сделал благотворительность детскому дому или дом престарелых. Ну, сейчас на войну там что-то, да. Да, на войну, да, и обязательно это показать. А Господь говорит, что если ты делаешь какое-то дело милосердия, то пускай твоя левая рука не знает, что делает правая. То есть ты должен не то, что никому не говорить, ты вообще сам-то должен это забыть, это действие. И здесь мы видим, что эти люди, они строили гробницы не из почитания пророков, не из послушания тем заповедям, которые они нам оставили, в том числе и этим фарисеям, а просто из популистских целей. Вот поэтому он их осуждает. Ну, и, конечно же, сам Господь был пророком, и поэтому он предуказывал, что вот вы, так сказать, дети убийц пророков, вы и меня тоже убьёте. То есть это тоже такое пророчество. От крови Авеля до крови Захария, убитого между жертвовником и храмом, ей, говорю, он взыщется от рода сего. Авелит мы знаем, да, тот, которого по зависти убил брат Каина, самое первое было убийство в этом мире, да. А Захария здесь кто? Ну, самая простая такая версия – это отец Иоанна Претеча, Захария, сын Авархеина, да, который был первосвященником и которого, собственно, убили прямо в храме. Ведь Захария ввёл Пресвятую Богородицу в святая святых и в храм, но в святая святых входили только первосвященники, то раз в год. А он ввёл девочку, да, трёхлетнюю, да, Пресвятую Богородицу в святую святых. И, конечно же, это вызвало много, наверняка много вызвало возражений от фарисеев. Они же законоучители, они должны блюсти, что это не по закону, что так нельзя. И вплоть до убийства, то есть мы видим, что Захария убили. Ну, и, конечно же, Захарий, будучи отцом Иоанна Претеча, конечно же, он был праведен и он служил воле Божией. Мы знаем, что Пресвятая Богородица стала живым храмом Господа. То есть, если раньше Господь жил, существовал в земле израильской, именно в святая святых храма Соломона, сначала, то есть, скинье Завета была домом Божиим, потом царь Давид построил храм, потом он был разрушен, и царь Соломон восстановил этот храм, и там был, собственно, дом Божий, куда Господь, сам Иисус Христос, сходил и говорил, что моё место быть в доме Отца моего. Но, так как пришло время уже Нового Завета, то есть, уже рождение Господа среди людей, то Господь родился от Пресвятой Девой, и её утроба материнская стала храмом Бога Живого. А храм Соломона, он был разрушен при нападении на Иерусалим Тита, царедворца императорского, с войсками, который разрушил Иерусалим, и храм тоже был разрушен. И с того момента, уже больше двух тысяч лет, храма израильского не существует. Осталась только подпорная стена площадки, на которой стоял некогда храм. Это стена плача называется. Так вот, стена плача – это не стена храма, это стена, подпорная стена, которая ограждает площадь, на которой стоял храм. То есть, ни жертвоприношений, ни каких-то служений в храме у израильтян нет уже больше двух тысяч лет. Это ли не оставление Богом их за грех убийства Сына Божьего? Ну и как святые отцы говорят, что вообще каждый человек призван к тому, чтобы стать храмом Божьим. С того момента, как Преста Благородица родила Сына, Господа нашего Иисуса Христа, мы все призваны к тому, чтобы мы все стали домами Божьими. И, собственно, когда мы принимаем частичку тела и крови, причащаемся, в нас входит Господь, и мы становимся храмом Бога Живого. То есть, живые храмы живого Бога. Это, конечно, удивительное промыслительное действие Божьей благодати, которое нашему уму не подвластно. Как Бог может вместиться в нашем естестве, человеческом, грешном и ограниченном, как может неограниченный Господь в нас вместиться? Ну, вот это никто из человеков понять не может, потому что это таинство, это Божья сила. Но мы к этому именно призваны. И, собственно, для этого и речи шла здесь, что мы должны внутренне очищать, а не внешне. Потому что Господь внутрь человека вселяется, в ту самую стклянницу, которую фарисеи очищали снаружи, а Господь-то хотел, чтобы внутри очистили ее, потому что внутрь каждого человека вселяется Господь после причастия таинства. И там живет. Но Господь же не живет в нечистом. Он живет только в чистом месте. Поэтому и говорит о чистоте внутреннего естества человеческого, куда Господь должен вселиться. Да, мы о том, как подготовиться к причастию, вдруг кто-то соберется. Мы сейчас немножко позже поговорим, сейчас еще продолжим. То есть, следующие слова. Горе вам законникам, чтобы вы взяли ключ разумения, сами не вошли и входящим воспрепятствовали. Что есть ключ разумения? Ну, разумение как раз то учение, которое фарисеи проповедовали в народе израильском, учение ветхозаветной веры, ими несколько по-другому интерпретированные, добавленные, переписанные, и поэтому Господь его, собственно, и отвергал. И это учение связано, конечно же, и с верой. То есть, ключ разумения, он всегда в вере находится. То, во что человек верит, о том он и думает, размышляет, и делает какие-то выводы. То есть, ключ разумения, он в самом качестве веры заложен. То есть, если мы верим, что есть жизнь после смерти, то мы и разумеваем об этом, и так устраиваем свою жизнь. Если мы не верим в жизнь после смерти, то это отсутствие ключа разумения, оно не даёт нам эту дверь открыть. Вот здесь Господь говорит, что вы сами создали такое учение, которое не даёт открывать дверь всем, кому вы это учение проповедуете. То есть, вы сами взяли этот ключ, но и сами не войдёте в эту дверь, и другим не даёте войти в эту дверь. К сожалению, почему, собственно, Господь так с ними и беседует? Ну, ведь сколько душ человеческих погублено такими лжеучителями, которые взяли ключ разумения, и сами не вошли, других не пустили. Сейчас огромное количество сект, огромное количество ересей, и языческих, и христианских, и чего только сейчас нету. Различных разумений, и восточных, и европейских, и южноамериканских, или африканских разумений, как надо жить. И этот поток, он огромное количество душ человеческих лишает истинного ключа разумения, в котором открывается дверь в вечность. Мы как раз говорим о учении христианской церкви, которая, естественно, даёт возможность спастись души человеческой. А вот отнимать эту возможность войти, вот фарисеи начали в своей жизни. Да, как в одном из отрывков Англии тоже написано, кто со слепым пойдёт, в яму упадут. Да, да, слепой слепого, если будет водить, то оба в яму впадетыся, так сказано. Конечно же, мы не ограничиваем никого из людей, то есть есть свобода выбора, каждый выбирает себе своё разумение, но из этого выбора он потом и понесёт последствия. И в дальнейшем сам будет уже собирать те плоды, которые это разумение ему и возложат. к сожалению, мы видим огромное количество примеров, в том числе и суицидных примеров у молодёжи, когда они взяли разумение из интернета об этой жизни неправильное и заканчивают жизнь самоубийством, просто потому, что им кто-то там сказал, что вот это не так, а вот надо так. И в итоге много детей погублено в том числе и для вечности. Не только здесь они погибли, они же ведь самоубийцы в Царство Небесное не входят, они и в вечности погибли, то есть за них даже молиться нельзя. Вот что грустно. Поэтому очень важно иметь правильный ключ разумения для нашей жизни, то есть правильную веру и правильное, так сказать, учение правильное о том, как надо жить здесь и для чего мы здесь живём. Вопрос смысла жизни, он как стоял 2000 лет назад, так и сейчас стоит для каждого рождающегося в этот мир человека. И этот вопрос, он очень животрепещущий, если человек на него не ответит правильно, то он погибнет. Вернёмся к нашему отрывку. Видим, что фарисеи всячески пытались отклонить народ от Господа, пытались докопаться до него, и в то же время всё равно народ-то наоборот, всё и шёл, и шёл Господь. Вот удивительно. Ну да, мы видим по Евангелию, между тем, когда это всё происходило, собрались тысячи народа, так что теснили даже друг друга, то есть была такая теснота создана, народ, слыша беседу Господа с фарисеями, его эта беседа заинтересовала, и они, пытаясь её услышать, всё ближе и ближе сходились к Господу, и теснота даже возникла от этого. И здесь как раз Господь и обратил внимание всех собравшихся вокруг Него, сначала, конечно, апостолов, а так... А почему сначала ученикам сказал? Потому что ученики тоже не совсем правильно понимали вначале цель прихода Спасителя. То есть у них тоже ещё ключа разумения не было, и они даже спорили, кто из них сядет по правую руку, кто по левую руку сядет к Господу. Кто будет наибольшей. Кто будет больше, кто будет меньше, кто кому будет подчиняться. То есть мы видим, что и даже апостолы вот этой фарисейской заразой были заражены. И Господь в другом месте Евангелия говорит, бойтесь закваски фарисейской, бойтесь. Да, позже он там говорит, да, что есть лицемерие. То есть мы, конечно же, видим, что Господь прежде всего старался избавить от неправильного понимания Божьих истин и промыслу Божьего рода человеческого сначала апостолов. Потому что они, конечно же, были той начальной церковью, которая потом разрослась уже до размеров всего мира. И, естественно, если бы он им не заложил правильное понимание, то откуда бы они его взяли. Свою закваску, Господню закваску. Господь свою закваску в них вкладывал, фарисеи в народ свою закваску вкладывали. И вот эти две закваски, они здесь очень ярко, мы видим, как они сошлись в таком, можно сказать, в такой брани сошлись. Противостояние. Да, противостояние было у них такое жесткое, что Господь даже достаточно жесткие слова говорил к фарисеям обращенные. Ну и после апостолов это обращалось Господь ко всем стоящим вокруг него людям, что закваска фарисейская очень вредна. А почему такое слово подобрено закваска? Ну, что такое закваска? Сейчас там дрожжи, да, например. Это буквально щепоточка, которая бросается в большое количество муки с водой, то есть тесто, и эта щепоточка преобразует все тесто, оно качественно изменяется, то есть из него можно уже совсем другой продукт получать. Оно из мертвого такого слипшейся муки делает что-то воздушное, что-то вкусное, что-то очень удобоваримое. Вот так же и здесь Господь говорит о учении, что это та закваска, которая так же делает правильное устроение души, то есть душа рожденного человека в этот мир, она как тесто без дрожжей, она еще не взошла и, так сказать, как нужно взойти тесто, она еще не преобразовалась в то устроение, которое нужно для Царства Небесного. Но с помощью чего душа преобразовывается? С помощью вот как раз учения христианского, с помощью таинств церковных, и это и есть закваска христианская. А у фарисеев закваска была мирская, которая превращала, наоборот, душу в мертвую, то есть они уже, мы видим, к чему дальнейшие события привели фарисеи, просто стали убийцами, и это их закваска привела к убийству даже не человека, а Бога. Удивительно. Закваска фарисейская, говорит Господь, есть лицемерие. Что такое лицемерие? Ну, лицо мерить, да, то есть мы стараемся измерить свое лицо по отношению к лицам другим, то есть это когда мы лукавим и не показываем истинного своего лица другим людям, а вот что угодно другим, то и показываем, и что, наоборот, что нам важно, какое впечатление произвести на человека, такое актерство, такое мы делаем, то есть перед кем-то лебезим, от кого-то, наоборот, отвращаемся, ну, как богач от Лазаря, например, отвращался, он считал, что это ниже его достоинства разговаривать с какими-то там бомжами. Вот, это лицемерие сейчас очень ярко присутствует в нашем обществе, а уж в европейском обществе это просто очень основная из болезней, то есть... Ну да, как обязательно там красивая улыбка у всех должна быть. Да, американская улыбка, да, вот я вот могу там умирать, все прекрасно, у меня все прекрасно. но вот все у меня очень хорошо, very fine, да, и такая улыбка голливудская. Вот это как раз есть лицемерие. И здесь Господь показывает, что мы не должны быть разными, мы не должны быть двуличными, мы не должны быть лукавыми внутренне, мы должны быть цельными и одинаковыми значит везде, что пред Богом, что пред людьми. То есть мы должны быть целомудренными, думать цельностно, целостно, в любой ситуации, где бы мы ни были, и не показывать вот этому одно лицо, там, другое лицо свое, там, новую маску одевать на свое лицо и так далее. Это разрушение нас, самих себя. То есть есть же такие понятия, как вот актерские болезни, ну, психики в том числе. То есть, когда актер проигрывает множество ролей, то он убийца, то он добродетельный человек, то он там муж, то он любовник, то он там обжора, то он еще кто-то там, то воин, он потом забывает, а кто же он сам-то есть на самом деле. Вот это очень грустно, и это наложение многих личностей на личность актера, оно ее приводит к таким очень тяжелым последствиям личностным. То есть, многие актеры очень грустно заканчивали свою жизнь, кто спивался, кто там, и суицидные были моменты. Вот. Из-за чего? Именно из-за этого. Но здесь мы сами становимся актерами, если мы лицемерим, двуличествуем перед другими людьми ради каких-то своих целей. Вот от этого Господь нас предостерегает, чтобы мы сами не разрушали свою личность, которая дана нам от Бога. Это тоже один из талантов, как и разум, как и здоровье, как и силы какие-то, вот, духовные или там материальные силы, физические силы, так и личность человека, она уникальна, она единственная неповторима, каждая личность человеческая. Если мы ее начинаем подделывать под какие-то внешние обстоятельства, то мы ее искривляем, мы ее уничтожаем таким образом. Поэтому Господь здесь очень ярко говорит, что не надо этим заниматься, и лицемерие, и вот эта закваска фарисейская, фарисейство, как сейчас мы это называем, оно приводит нас к смерти духовной. А есть разница в лицемерии, когда, например, мы, наверное, в какой-то степени все лицемеры, потому что бывает у нас, например, плохое настроение, когда хочется прогневаться, нахамить, и вдруг нужно все равно людям-то улыбнуться, потому что ну как-то с таким лицом, например, в этом есть разница? нет, но мы не должны людям показывать свои страсти, если у нас плохое настроение, уныние там или гнев, то мы, наоборот, должны с этим бороться, с гневом. То есть внутри себя бороться, бороться и не выпускать наружу, ведь люди-то не виноваты, что у нас плохое настроение, и почему мы должны его проецировать на людей, чтобы и они страдали вместе с нами, наоборот, здесь мы как раз должны удерживать свою страсть внутри и ее переборов с остаться той личностью, которой мы есть всегда, потому что то, о чем мы сейчас говорим, оно как раз тоже искривляет нашу личность, то есть гнев искривляет личность человека, уныние искривляет, зависть искривляет, там, клевета искривляет, вот это все нас внутренне корежит, как болезнь какая-то, ну, та же проказа, она искривляет тело человеческое и разрушает его, так вот эти вот проказы духовные, духовные болезни, они нашу личность разрушают, поэтому с ними надо бороться, а уж точно на кого бы не проецировать. В чем причина лицемерия? Причина у нас любых грехов одна, это гордость, но лицемерие это производная гордости, тщеславия, то есть нам хочется, чтобы нас всегда все хорошо говорили, думали, и всегда нас привечали, всегда нас уважали, всегда нас хвалили и, собственно, любили, то есть это тщеславие, и для того, чтобы достичь этого, мы же знаем, что этому человеку вот такое, вот можно угодить вот этим, мы этому человеку угождаем, тому этим угождаем, пятому, десятому этим угождаем, и тогда вот эти люди, которым мы угождаем, и они нам угождают. то есть если это не по любви, а именно какой-то выгоды, да, получается, я сделаю... то есть это чистый расчет, это чистая подстройка, ну, как сейчас называют, манипуляция, то есть мы манипулируем людьми, говорим им какие-то приятные им вещи в расчете на то, что они нам потом, так сказать, воздадут чем-то нам полезным. вот эта манипуляция, она, конечно же, очень вредная не только для тех людей, которых мы обманываем таким образом, мы же не показываем свое лицо, да, а когда нам этот человек становится неинтересен, мы перестаем с ним так и себя вести, а показываем свое истинное лицо и говорим, да иди ты, ты мне неинтересен, и я тебе уже не должен тут перед тобой... Когда человек какую-то должность занимает, да, вот тут мы танцы с бубанами устраиваем перед ним и так, и сяк, и вот, и наприкосяк, да, а как только его снимают, например, с этой должностью, да ты кто, мы даже здороваться с ним перестаем, ведь только там лебезили, только его, так знаете, угождали, поздравляли там и льстили ему в лицо и за глаза, а как только он стал никем для нас, все, мы тут полностью меняемся, и тут мы показываем свое совершенно безразличие и нелюбовь к этому человеку. Какая связь между лицемерием и осуждением ближнего? Ну, связь, она, опять же, через гордость и тщеславие, потому что, когда мы, почему осуждаем людей других? Мы их осуждаем, потому что хотим сами возвыситься, ну, то есть, если я унижаю человека, он становится ниже меня, а я-то выше становлюсь. То есть, в своих глазах мы поднимаемся. И не только в своих, я же осуждаю человека перед другими, я на него наговариваю, те люди перестают его уважать, соответственно, он дискредитируется, его положение в обществе уменьшается, а мое возрастает. Я же влияю на этих людей окружающих, соответственно, я свой статус повышаю, так или иначе. То есть, это гордость и тщеславие. И здесь оно с лицемерием пересекается. Даже и в мыслях мы же можем осуждать. А в мыслях все и начинается. То есть, мы же, прежде чем вынести это, так сказать, на внешний наш мир, мы сначала в внутреннем мире это все планируем, моделируем, и потом, так сказать, что-то создав, какой-то модель, мы эту модель потом начинаем воплощать уже в жизни. И здесь как раз о чем будем говорить. Вот я приду сейчас там, как это обычно происходит, приду, так об этом, и вскользь там где-нибудь упомяну, а вот вы знаете, а вот он там пьющий человек. Из этого чего? Например, если я с начальником это говорю, то начальник этого человека отодвигает, а меня ставят на его должность. Но он же пьющий, как ему доверять? А может, он и не пьет, никогда не пил. Но если мы так делаем, то мы свою карьеру улучшаем, а его карьеру рушим. И это и есть осуждение, манипуляция и зловредные такие вот подходы. Конечно же, из того же самого тщеславия происходящее. То есть здесь что осуждение, что лицемерие, они братья одной матери. Да, это мы с вами сейчас все говорим о закваске фарисейской. Теперь давайте поговорим немножко, осталось пять минуточек, осталось и поговорим о хорошем. Ведь Господь нам взамен всего, закваски фарисейской себя дает хлеб, как он сказал, сошедший с небес. То есть Господь себя закваска. Ну, действительно, ведь мы как личности, как существа разумные, как творения Божьи имеем множество качеств и внешних, и внутренних. И чтобы мы правильно ими пользовались, мы должны этому научиться. От кого мы можем научиться, как не от творца нашего? То есть тот, кто нас сотворил, тот и знает, как этими качествами нашей души, нашего тела, нашей психики, нашего разума, мы можем как правильно использовать эти качества, эти таланты. Поэтому Господь в евангельском повествовании показывает, как отрицательные примеры, чтобы мы с этим боролись внутри себя, чтобы у нас не было этого, так и положительные вещи он показывает, какими мы должны стать, какими мы должны себя пред Богом соорганизовать с помощью Божьей, конечно. То есть здесь как раз Господь говорит о тех добродетелях и заповедях блаженств, и о любви к Богу и о любви к ближнему. То есть все это мы видим, что Господь не только отрицательные примеры, конечно же, показывает, но и положительные, но и сам он является примером для подражания, потому что он даже в разговоре с Иоанном Крестителем как сказал, что мы должны это сотворить, потому что так должно быть. Для чего Господь крестился? Ведь он и так был Сын Божий. Он крестился, чтобы остальные его последователи за ним шедшие крестились, естественно. И мы должны сотворить всякую правду, говорит Господь Иоанн Претич. Вот все остальные дни жизни Господь продолжал творить всякую правду в этом мире. Для чего? Для того, чтобы мы жили по его примеру. Человек так устроен, он с детства ищет пример для подражания. Дети, насмотревшись какого-нибудь фильма, они начинают подражать герою этого фильма. Не всегда положительному, кстати, иногда часто и отрицательному герою начинают подражать, неправильно сориентировавшись в ситуации. Либо если хорошие родители, то дети подражают родителям, отцу или матери. И это, наверное, правильное, это правильное устоение от Бога данное, семьи. Но это все люди, это все немощи человеческие, имеющие существа. А Господь, Он истинен всегда, и у Него нету немощи и слабостей, поэтому Он и показал своей жизнью, живя среди людей, как мы должны жить. То есть такой пример Он нам показал, на Него мы и опираемся. Да, и одна из главных заквас, который нам Господь оставил, это тело и крови, Христовое причастие. Это вопрос таинства, то есть что такое таинство? Это таинственное какое-то действие, связанное с Богом и нашей душой. То есть Господь таинственным образом преобразует нас через таинство причастия из людей земных, тварных, тленных, плотских в равноангельских существ, людей уже Царства Небесного, которые призваны к вечному сосуществованию с Господом и ангелами. Сами бы мы этого сделать не смогли с собой. Это может сделать только Господь через таинство причастия, через таинство исповеди, через другие таинства. И через то, что мы будем подражать Господу. Потому что тут должно быть сотворчество. И мы должны делать то, что от нас зависит. И то, что от нас не зависит, уже делает сам Господь. Да, у нас осталось всего две минуты. Пожалуйста, как подготовиться к таинству причастия? Потому что без таинства причастия мы вообще ничего не можем с собой сделать. То есть хотя бы, чтобы начать что-то делать с собой, мы должны причащаться. Есть такая фраза Евангелия, Господь в жизни не имеет. То есть человек умер уже, будучи еще живым телесно, духовно он уже умер без таинства причастия. Поэтому те люди, которые надеются прожить всю жизнь без церкви, без причастия и остаться живыми духовно, они очень наивны и очень глубоко ошибаются. Поэтому мы готовимся к причастию, хотя бы раз в месяц надо причащаться, мы постимся два-три дня, ну, если там один день минимум. Мы читаем молитвы ко святому причащению, в молитвословии так и называется молитва ко святому причащению. Да даже в интернете сейчас укажут почти. В интернете это все есть, да. Мы читаем три канона Господу, Богородице, Ангел-Хранителе, покаянные каноны. Мы не вкушаем накануне причастия уже там с 12 ночи до момента причастия ни пищи, ни воды, ни курим, там ничего, ни таблетки не принимаем, ничего. То есть мы приходим натощак в храм и исповедуемся. То есть мы должны нашу стклянницу, о чем Господь говорил, очистить, внутренний стклянницу, то есть внутренние души свои очистить через таинство исповеди. Поэтому мы исповедуемся и после исповеди уже идем на причастие. примерно надо прийти за полчаса до начала службы, чтобы спокойно уже подойти к священнику исповедующему? Ну да, желательно, чтобы не с опозданием и уж не минута в минуту, а заранее прийти, чтобы свечки поставить, чтобы поисповедаться, чтобы помолиться, подумать о жизни, поговорить с Господом о своем существовании. Да, надеемся, что хоть кто-нибудь сейчас подвигнется, надо начинать все-таки, не ждать. Путь осилит идущий. Просто потеоретизировать и узнать, а потом забыть толку от этого не будет. Надо узнать и воплотить в жизни. Да, благодаря с отец Евмений, что вы к нам приехали, приезжайте еще. Спасибо, до свидания. На сегодня все. До свидания. Продолжение следует... Продолжение следует...